Десятый тур розыгрыша чемпионата России по футболу среди женских команд 2020 Суперлига. Звезда 2005 принимает Санкт-Петербургский «Зенит». Стоит представить арбитров сегодняшней встречи. Анастасия Пустовойтова будет обслуживать сегодняшнюю игру. Арбитр категории FIFA из столицы нашей родины, города-героя Москвы. Екатерина Курочкина и Елена Поликарпова из Московской области и Тамбова, соответственно, помогают ей на линии. Итак, первая атака сейчас. И удар поворотом! Нет! Ну что ж такое! Какой был шанс сейчас у «Звезды 2005» отличиться буквально на первых минутах, буквально на третьей минуте этого поединка? Всего пять футболисток сегодня в запасе у пермской команды. Удар головой. Не сильно. Еще одна попытка. Положение вне игры показывает боковой арбитр. Эпизод не закончился для «Зенита». Подача в центр. Зварич на месте. Хотя у Морозовой был шанс сейчас. Чуть посильнее бы сыграла Екатерина головой. Можно было бы, наверное, рассчитывать тоже на опасный. Ох, как хорошо и красиво сейчас сыграла Екатерина Пантюхина. После навеса с правого фланга через себя пыталась пробить Екатерина. Ильяных на правый фланг. Ласенко. Хороший прострел и гол! Прекрасная комбинация в исполнении «Звезды 2005» и очередной гол в свою копилку кладет Екатерина Курочкина. Восьмой мяч в исполнении одного из самых опытных игроков в составе «Звезды 2005». Лучшего бобордира. Бобордира за всю историю клуба. Ну, прекрасно была разыграна комбинация. Ох, какая ошибка сейчас. Гигуровой. Нельзя Пантюхиной давать пространство в штрафной площади. Удар! Хорошо сыграла. Обвела защитницу. Но ударила прямо по центру, хоть с острого угла. Зенит-то не доходили даже и до штрафной площади «Звезды 2005». Опять атака по правому флангу. Ильяных. На Пантюхину. И угловой. Мужских болельщиков по итогам первого круга. Гигурова. Направо. Сразу несколько футболисток «Звезды» сейчас открываются. Подача! Хорошая подача. Наталья Машина активная по первому тайму. Открывалась сейчас и нанесла даже удар головой, но не точно. Будут разыгрывать. Подача! Ох, хорошо, как! Крутилась Юлой. Пыталась занести его в ближний от себя угол. Машину сейчас прорываются. Есть и вода здесь, которая открылась. Уже не дотягивалась. И во многом не потому, что была неточная передача в исполнении Натальи Машиной. Хорошая комбинация была сейчас. Ох, опять неутомимая. Центр на Власенко. Ох, как некрасиво сейчас. Эвода. Удар поворотом. Нападающая наносила этот удар. Получился он по такой восходящей траектории, но не сильным. На стороне пермской команды. Далеко сейчас из ворот вышла голкипер Зенита. Бол! Вот это да! Вот это невероятно! Только успел сказать, что Алена Беляева далеко вышла из ворот, попытаясь преградить путь наступающей звезде. И вроде бы уже успела вернуться в рамку. И было понятно, что сейчас будут пользоваться этой оплошностью голкипера Зенита звездочки. И да, тут как тут. Кипяткова. Навешивать будет. Так и есть. На дальнюю штангу. Еще один удар поворотом! Опять не очень уверенно на выходе сыграла Алена Беляева. До мяча дотянулась Зенита Екатерина Сочнева. В центр. Подача. Зварич. И сразу четверное столкновение. Там все бежали на этот мяч. Не допуская каких-то серьезных ошибок. Ильяных. Демонстрирует индивидуальное мастерство. Несколько раз прямо Ильяных. Продолжает звезда атаковать. Дальний удар. Алена Беляева на месте. Ильяных. По левому флангу теперь мчится Надежда. Воспользуясь своей скоростью. И удар за шиворот. Вторая перекладина в исполнении Ильяных в сегодняшнем матче. Видела, что голкипер Зенита вышла из ворот. Не точно. Ну а для звезды это будет вторая победа подряд. И напомню, что у звезды как минимум одна. Ох, какая хорошая была сейчас позиция. Какой был удар прекрасный. Ильяных вновь. И вновь Татьяна Морина. И из-под ног защитница. С правого фланга. Ну и все. Звучит финальный свисток. 2-0. Поздравляем звезду 2005 с победой. Желаем Зениту успехов в предстоящих матчах. Очень непростой календарь. Зениту еще предстоит. Но в любом случае команда показала сегодня бой. Одному из лидеров российского чемпионата. Самому титулованному клубу в российской женской суперлиге. Благодарим участниц соревнования. Болельщиков за поддержку. Болейте только. Футбольно дорогие друзья. Хорошего настроения. До новых встреч.